Стань, стой! Подверьте сюда, жёлтые леса ещё раз. Заработало? Нет, это говорит, да? Не-не-не, не работает, не работает. Это я просто включил. Нам есть смена. Доброе утро, дети. Сегодня на августе мы приехали друзья из города Москвы с семинаром о здоровительной технологии воевых искусств. Это Роман Карасик и Ислан Махара. Им сейчас предоставляем слово, они пройдут для вас занятия. Спасибо. Максим, так не работает удлинитель или с токами в розетке? Скорее всего, розетки токами. Ребята, что мы сегодня с вами сделаем? Мы сегодня проведём с вами тренировочное занятие, смысл которого немножко расширить ваше понимание о том, что всё-таки такое боевое искусство, в частности, вы практикуете с дзюдо. И многое из того, что мы покажем, скорее всего, вам известно, но многое будет вам не совсем известно. Поэтому мы будем рады, если вы уделите максимальное внимание к тем упражнениям, которые мы будем вам показывать. Значит, показывать буду я, меня зовут Роман, и показывать будет Владислав, что у мастера дзюдо. Я думаю, что те упражнения, которые будут показывать Владислав, вам тоже будут очень полезны, как для общего понимания вообще всех упражнений боевых искусств, ну, и так, в частности, для конкретно дзюдо применения к учебно-тренировочному процессу вашего лечения. Ну, в общем, много наговорил, ну, теперь давайте это и делаем. Итак, давайте... И давайте начнем немножко с разминки, но разминку мы к нему тоже немножко в другом варианте, в том, в котором, значит, максимально приближенная непосредственно к... К оздоровительной практике. К оздоровительной практике, но приближенная к боевому искусству дзюдо. Да? Так называем. Окей, давайте будем выполнять упражнения с этой стороны в тусто. Хорошо? Да? Или нет? Давайте нет. Вот лучше вот так вот отсюда. Вот с этой стороны в тустое в тустое в тустое. Эй! Алло! Простые упражнения. Начинаем. Смотрите. Ребята, чтобы вы все слышали и понимали. От вас тишина. У меня надо разговор. Здоровительная практика. Всем нам известны все движения вперед лицом. Мы делаем это каждый день с утром и утром. Но очень мало мы двигаемся спиной. Поэтому развить в себе умение и навык передвигаться спиной так же временно, как мы передвигаемся вперед лицом, но очень важно с точки зрения изучения боевых искусств, ну и так же для формирования, так сказать, здоровья вообще всего тела. Что мы будем делать? Мы просто встанем спиной в ту сторону, ручки поставим перед собой и будем передвигаться спиной. Вот такое простое упражнение. Так. Хорошо. Всем молодцы. Я посмотрю. Некоторые идут вот так. Некоторые идут вот так. Я представлю, что перед вами партнер, и вы его вот практически контролируете на расстоянии вытянутых рук. Вы его контролируете. Вы двигаете спиной. Вот такое простое упражнение. Передвигаете еще раз. На. Очень. Молодцы. Значит, мы должны понимать, но когда мы двигаемся спиной, мы так же должны смотреть. Потому что когда мы идем спиной, мы сможем смотреть через левое, через правое, в этот сторону. Чтобы вы контролировали все пространство вокруг кассы. Потому что что такое спарринг, когда мы с вами боремся с фототалью, да, или спарринкуем с паркером? Мы должны контролировать всю обстановку. Мы не можем контролировать только одну руку. Правильно? Вот. Здесь тоже самое. Мы контролируем весь периметр вашего себя. Мы все видим, что происходит у нас. И перемещаемся. Давайте еще раз. И смотрим лево-право. Хорошо. Так. Молодцы. А теперь мы подъявляемся своим боковым движением тоже. Вы делаете это. Но мы не будем с вами прыгать, не будем скакать. Мы будем делать обычные боковые движения приставную шаг. Ручки вперед поставили, и мы приставим шаг. А руку куда? Ребята, вперёд! Ребята, всё замечательно! Ну вот смотрите, маленькое... Для того, чтобы повысить качество нашего занятия и вашего понимания, что происходит, вы должны быть немножечко больше внимательны к тому, что говорит учитель. Вот, допустим, учитель сказал, мы передвигаемся вот так. Мы должны передвигаться так. Если мы начинаем передвигаться вот так... Это уже то упражнение, что я показал? Нет. Вот это и есть. Чем больше мы внимательны, тем качество нашей тренировки повышается в несколько раз. Правильно? Внимательно посмотрели? Внимать буду. Хорошо? Давайте ещё раз попробуем. И это у нас идёт разлика, но вся наша разлика максимально приближённая к нашей профессиональной деятельности. А наша профессиональная деятельность, изучение... Боевых искусств, в частности, мы изучаем всё равно, да? Итак. Смотрите. Наше тело должно научиться перемещаться в пространстве. Но, так как у нас единоморство, то есть два человека, значит мы должны так научиться перемещаться в пространстве. Не только одному, но ещё и спортёру. Но для того, чтобы перемещаться в пространстве спортёру, нужно сначала хорошо научиться самому перемещаться. Смотрите, что мы можем делать. Мы с вами двигались с левой, мы двигаемся вперед, я уже говорил, каждый день с утра до ночи, и это естественно. Мы двигались в боковые шаги, в лево-право. Сейчас мы с вами подвигаемся, смотрите, как. Боковой шаг, но будем разворачиваться. Есть два варианта разворота. Разворот внутренний через живот, слышали такое? Да. И разворот нам нужно через спину. Чем отличается? Отличается постановка ног. Смотрите, если я хочу развернуться через живот, то есть внутренний взорот. Первое, что должно показать на мой разворот, это норма. Если мои пальцы разворачиваются в ту сторону, значит разворот будет идти внутренний. Я развернусь через живот. Первое показывает пальцы, но я развернусь. Я могу развернуться без повороты стопы. Я могу и так повернуться. Но так будет не экологичность. Не здоровье сберегающее. То есть вы развернетесь, конечно, вот так. Но здесь будет происходить нагрузка на суставы, что-то заберемые. В результате вы можете травмировать. Если вы делаете самостоятельно, без партнера, это еще может быть легко. Но представьте, вы делаете какой-то прием, технику дзюдо выполняете. На вас идет нагрузка партнера, и вы вот так как-то разворачиваете. Представляете, какая нагрузка на позвоночник, на поясницу, на суставы? Сегодня это безболезненно. Но через пару лет у вас на счет болит здесь. Колено, тут, там. И где спортивный результат? А где они песни игры, когда у вас все больны? Поэтому, что мы делаем? Вот наша стойка. Мы делаем раз. А второй шаг мы сразу пальцы показываем и развернулись. Раз. Два. Раз. Два. Мы делаем с вами внутренние развороты. Это внутренние, через живот. Ну-ка, давайте попросим. Не торопитесь. Не торопитесь, а спешим. Не торопитесь. Не торопитесь. Не торопитесь. Вверх, вторую. Да? Через живот. Вот. Так, ребят, все молодцы. Все очень хорошо. Будем потихонечку еще, еще, еще пополнить ногу. Итак, на что обратить внимание? А ты спину в сторону. Как я сказал, обращаем внимание на вашу ногу. Ну, не знаю, есть такое упражнение по строению. Когда мы становимся вот так и командуем кто-то. Направо. Вот, как мы делаем первое. Мы обязательно разворачиваем стоп, правильно? Пальцы. Тогда мы развернемся направо. Если направо, и мы не развернем пальцы в эту сторону, мы не сможем развернуться направо. У нас заклинит поясницу и все. Итак, внимательно. Для того, чтобы внутренний разворот сделать, пальцы показывают направление движения. Пальцы показывают направление движения. Пальцы. Молодцы. Ну, если это делать каждый день в течение 20 лет, в конце концов наручник. Теперь смотрим, что мы делаем. Есть разворот внутренний, а есть разворот наружный. Довольно это через спину. Техники дзюдо выполняются, когда мы делаем внутренний разворот и наружный. Поэтому правильно научиться перемещать тело очень важно. Правильно значит экологично. Вот это хорошее слово, которое придумал Владислав Макаров. Я не его придумал, но он посоветовал. Экологично это значит безопасно. Для вашего здоровья, ну и плюс для здоровья вашего попора, которого вы как неделю вносите. Итак, разворот через спину. На разворот через спину указывает также стопа. Но только если в этом случае пятка. Пятку развернул сюда. Значит через спину пошел. Пятку развернул. Ручки здесь. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Это взвод через спину. Снаружи. Пятка указывает направление. Пробуем. Два. Развернули. Снаружи. Нет. Для этого мы делаем популяцию. Нужно как передвинуть. Не делайте повреждения. Пятка курочек. Нужно как передвинуть? Ну что, молодцы. Итак, мы сейчас что запомнили? Есть разворот внутренний, через живот внутренний разворачивается, вниз разворот, наружный через спину. Потише. Правильно? Смотрите, что он происходит. Раз. А теперь два. Раз. Два. Видите, как я разворачиваю? Один разворот у меня внутренний идет, один разворот наружу. Внутренний наружу. Попробуй, чтобы голова не сформулилась. Внутренний наружу. Купцов, нет. Теперь вот так. Каждый раз. Мы все время обращаться будем. Да, да. Молодец. Один вас внутренний и один наружный. Нет. Хорошо. А теперь мы покажем упражнение в пальцах. Мы сделаем это с партером. Посмотрите, что мы будем делать. Партер берет вас за руки и держит руки. Кому держат руки, тот будет выполнять упражнение. Тот будет как вести танец. Так, встанет. Смотрите, что делать. Я начинаю. Я начинаю. Развернул стол. Показываю. Делаю внутренний разворот. И мой платтер делает внутренний разворот. Развернуется. Теперь я делаю наружный разворот. Пятку разверну. И пошел сюда. Наружный. Внутренний разворот. Понятно. Кому держат руки, тот ведет. А в обратную сторону сделайте поменять. Мурат. 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 Ходим по росту. Вот. Мурат. 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 Продолжение следует... 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 Я здесь, я здесь, я здесь, я здесь, кто вы, мне надо очень громко сейчас говорить, а для того, чтобы вы еще про внимание, это качество вашего восприятия, понимаете? Чем больше вы внимательны, тем лучше вы, что заметно, чуть-чуть назад подвиньтесь.